Доброе утро, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Спасибо большое за приглашение. Позвольте вам представить доклад «Роль дерматолога в диагностике и лечении меланомы и опухоли кожи». На данном слайде мне бы хотелось продемонстрировать то, что дерматолог является специалистом, который сталкивается с пациентом в самом начале его пути, когда он приходит с теми или иными жалобами на образование на коже. И мы, в зависимости от того, как быстро мы сможем диагностировать или заподозрить злокачественное образование, будет понятно, насколько будут исполнены сроки дальнейших выполнений по рекомендациям. На данном слайде мы видим, что в зависимости от того, насколько быстро мы выявим злокачественное образование, будет зависеть смертность пациента. То есть чем раньше мы это сделаем, тем, конечно, процент будет меньше. Также и по срокам хирургического лечения. Здесь процент пациентов с более плохим прогнозом выживаемости будет ухудшаться в зависимости от того, как быстро произойдет хирургическое лечение. Значит, что делает дерматолог, когда пациент к нему попадает на прием? Или что мы должны обязательно делать? Это, конечно, полный осмотр пациента. То есть это может быть как отдельная процедура, которая может позволить нам выявить меланому на более ранних стадиях. Это обязательно дерматоскопия и при необходимости картирование. На что мы должны обратить внимание? Это, конечно, на пациентов из группы риска. Это мужчины старше 50 лет, пациенты со светлой кожей, пациенты, которые имеют большое количество неосов, более 25. Пациенты, у которых есть более 5 атипичных неосов. И пациенты, в анамнезе которых есть меланома или у родственников первой степени родства. Таких пациентов мы приглашаем на осмотр раз в полгода. Также на что мы обращаем внимание уже при осмотре пациента? Это на признаки хронического фотоповреждения. Что относится к этим признакам? Это и солнечная лентига, и лентига на губах, ромбовидная кожа на задней поверхности шеи, неравномерная пигментация, актинический кератоз, другие виды пигментации, сиборейный кератоз или телеангиэктазии. То есть мы понимаем, что такой пациент часто находится на солнце, и необходимо дать ему уже в дальнейшем рекомендации по этому поводу. Обязательно смотрим на цвет образования, который мы видим на коже. Это может быть образование разных оттенков. Коричневые оттенки часто имеют меланцитарные опухоли, но не всегда здесь мы проводим дифференциальную диагностику с немеланцитарными образованиями. И образование телесного цвета. Это чаще эпидермальные опухоли и опухоли придатков кожи. Также пальпация очагов поражения обязательно, конечно, что это плотные, мягкие, глубина залегания образования, болезненность и пальпация лимфоузлов. Мы также знаем, что у каждого образования, злокачественного или доброкачественного, есть излюбленные места локализации. Что касается лица, это, конечно, чаще всего для доброкачественных образований. Это сиборейные актинические кератозы, солнечные лентиго. Но его все может быть и часто здесь любят локализоваться базально-клеточные и плоскоклеточные раки. Также и меланома в том числе. Волосистая часть головы часто сиборейные кератозы, базально-клеточные и плоскоклеточные раки. Кожа в век – это чаще мягкие фибромы, Сибарейные кератозы, наверное, не так часто встречаются, но бывают базально-клеточные. Также на коже туловища. На что стоит обратить внимание? Это верхние конечности кожи плеча. Это меланома, лентигенозные невусы, понятно, актинические. И сибарейные кератозы в меньшей степени. Обязательно осматриваем кожу стоп, ладоней, где может локализоваться акральная меланома. Кожа груди, спины, может быть актинические кератозы, базально-клеточные, плоскоклеточные. Кожа половых органов тоже, конечно, осматривается обязательно. Потому что часто на приеме пациенты, когда приходят, они жалуются на какое-то конкретное образование. И не сразу нам показывают всю поверхность кожи, что очень важно в дальнейшем. Также не стоит забывать, что кожа может быть источником первичного, доброкачественного и злокачественного опухолевого роста. Сюда входят немеланцитарные и меланцитарные образования. Базально-клеточные, плоскоклеточные раки, меланома. Также может быть источником метастатических поражений при злокачественных образованиях внутренних органов. Это и метастазы в кожу молочной железы, рака легких, плоскоклеточного рака. Также мы можем увидеть на коже генодерматозы, это нейрофиброматоз, синдром Гольдена-Кольца, синдром диспластических неосов и паранеопластические дерматозы, тоже не стоит о них забывать, потому что такие пациенты бывают у нас на приеме, которые могут быть облигатными и факультативными. Среди облигатных это черный злокачественный акантоз или акрокератоз, псориазиформ и пазикса. И факультативные. Пациенты с дерматомиазитом, булезным пифигоидом и ихтиозом. Если такой пациент попадает на прием, конечно, необходимо, помимо лечения дерматологических симптомов, с которыми пациент к нам обратился, и назначить пациенту до обследования. Также обязательно определение кожи по Фицпатрику. Достаточно известная такая таблица. То есть мы при осмотре, конечно, смотрим, выявляем, к какому фототипу пациент относится. Это первые три типа светлокожие пациенты. На такой коже невосы будут более крупные, розовые или светло-коричневые, гипопигментированные часто и преимущественно дермальных и смешанного расположения. Чаще на коже мы можем увидеть таких пациентов без пигментную меланому и не забываем об этом. И следующие три типа более пигментированной кожи. Здесь мы чаще наблюдаем невосы некрупные, темно-коричневого цвета, с гиперпигментацией в центре, с преимущественно пограничным расположением пигмента. Также предраковые поражения кожи мы можем увидеть на приеме у пациентов. Не стоит о них забывать. Это и поражение кожи, обусловленное повышенной чувствительностью к ультрафиолету врожденной, токсиродермопигментной, кератоз актинический. Это лучевые повреждения кожи. Это наши пациенты, которые получают лучевую терапию, в том числе дерматозы вирусной теологии, предраковые кератозы, связанные с профессиональными какими-то моментами у пациентов, это может быть, и предраковые поражения слизистых оболочек. Это касается красной каимы губ, разные хиелиты, стоит обратить на это внимание, трещины губ хронические, эритроплакея и лейкоплакея. Перейдем ближе к теме доклада. Если уже пациент разделся, что мы оцениваем? Это количество невусов. Обязательно смотрим, какое количество невусов на коже у пациента. Если это более 50 простых невусов, то риск развития меланомы здесь увеличивается по сравнению с пациентами, у кого этих невусов не так много. Этим пациентам мы, конечно, рекомендуем и потом фотопротекции, более частый осмотр у дерматолога или онколога. Пациенты с атипичными невусами и врожденными меланцитарными невусами. В основном это, конечно, касается крупных невусов. Как же мы можем пока на этапе до какой-то диагностики, можно сказать, клинически оценить состояние? Наверное, это самый простой симптом гадкого утенка. Это когда у пациента, как мы видим здесь на слайде, на правой картинке, большое количество невусов. И что отличает? Какой-то один невус будет отличаться от всех остальных. То есть он по клиническим признакам не будет похож на другие невусы. И вот здесь дерматоскопическая посередине картина подтвердает то, что это диспластический невус или атипичный. И слева пациентка тоже, можно, наверное, отнести ее к такому симптому гадкого утенка, потому что кожа достаточно чистая и всего лишь одно пигментное образование на коже живота. В дальнейшем тоже выяснилось, что это невус. Индивидуальные факторы риска – это светлокожие пациенты. Еще раз повторю, пациенты, у которых большое количество приобретенных невусов. Это наличие атипичных невусов, гигантских врожденных невусам. Пациенты, которые получают иммуносупрусивные лечения. Пациенты старшей возрастной группы. Те, у которых уже меланома в ананозе. Мы, конечно, более прицельно этих пациентов осматриваем. И пациенты, которые подвергаются хроническому ультрафиолетовому облучению или не соблюдают рекомендации нахождения на солнце. И пациенты, которые получали солнечные ожоги в детском возрасте. Пациенты, которые посещают солярий. И пациенты с признаками фотоповреждения на коже. Также учитывается и наследственность. Есть небольшой процент пациентов, которых меланома может быть наследственным заболеванием. И пациенты с синдромом множественных диспластических невусов. Вот такой главный инструмент, наверное, дерматолога на сегодняшний день, который обязательно должен использовать в нашей рутинной практике и дерматолога, и онколога. Это не инвазинный диагностический метод визуальной оценки. Я не буду останавливаться на нем подробно. Просто хотелось бы еще раз напомнить, что это необходимо всем дерматологам на сегодняшний день использовать дерматоскопию. Потому что, конечно, это очень важный момент в диагностике, в ранней диагностике. Самое главное, в ранней диагностике меланомы кожи. Понятно, что дерматоскопия не исключает роль сбора анамнеза, осмотра пациента. И не означает, что мы отказываемся от какой-то клинической диагностики. Но, тем не менее, для ранней диагностики это очень важно. Также соблюдать для докторов, с которыми дерматологов используют дерматоскопию, все-таки какие-то основные моменты, когда есть описательная часть дерматоскопии. Это либо правила Штольца, либо Родзенциана. И в заключении более грамотно это все описывать. Потому что для каждого врача это довольно субъективный метод. Ну и буквально такой краткий слайд, наверное, для меланомы и дерматоскопии. Что мы можем здесь увидеть и что отличает дерматоскопическую картину, конечно, не всегда, но в большинстве. Для тонкой инвазивной меланомы это присутствие бело-голубой вуали. То есть, если мы видим это в дерматоскопе, это уже, конечно, не меланома инситу. Псевдоподия, радиальная лучистость. И уже в зависимости от толщины, средней толщины инвазивной, там уже появляются и атипичные кровеносные сосуды. И чем дальше, там уже больше все эти диагностические признаки дерматоскопические будут стерты. Ну и гипопигментированная меланома – это, наверное, самое сложное для дерматоскопии. Здесь будут просто остатки пигмента и атипичные сосуды. К примеру, вот такой вот пациент на приеме у дерматолога – это, к слову, о том, что мы всех пациентов наших, которые к нам приходят, должны полностью раздевать и смотреть. Потому что пациентка пришла с совершенно другой проблемой, с жалобами на дерматологическое заболевание, обострением атопического дерматита. И при визуальном осмотре удалось выявить такое образование на коже спины, на которое пациентка вообще не жаловалась. То есть если бы она, в принципе, не пришла к нам, и мы бы ее не разделили, не посмотрели, неизвестно, сколько бы она ходила с этим образованием и когда бы обратилась к онкологу. Что мы можем рекомендовать нашим пациентам? Это очень важно. Наверное, их обучать, безусловно, и рассказывать об отрицательном действии ультрафиолета, подборе фотозащитных средств обязательно по СПФ-фактору, по необходимости постоянного применения солнцезащитных средств, даже если пациент уже получил какую-то инсоляцию. И не забывать напоминать пациентам о фотосенсибилизирующем действии некоторых лекарственных препаратов, если пациенты получают какое-либо лечение. Обязательно проговаривать с пациентом методики самообследования, чтобы они сами желательно раз в месяц проводили это в домашних условиях. Правила А, Б, С, Д, Е всем известные тоже. Пациенты даже сейчас это все сами знают в интернете, читают, все об этом сами спрашивают на пациента. Ну и обязательно, может быть, даже самостоятельное такое, как сказать, картирование, потому что сейчас современные смартфоны, программы позволяют пациенту в домашних условиях даже вести и регистрировать какие-то изменения пигментных образований. Для нас это будет важно на приеме. Резумируя, что хочется сказать, наверное, как драматологу, что важно. В зависимости от того, насколько быстро мы у пациента диагностируем или заподозрим злокачественное образование, будет, конечно, зависеть то, насколько быстро пациент попадет к онкологу и получит необходимую помощь в сроки, необходимые для лечения. Также мы должны, конечно, еще раз повторюсь, обязательно тщательно пациента осматривать на приеме и использовать современные методы диагностики, дерматоскопии, при необходимости цифровое картирование, обучать пациентов методики самообследования и проводить профилактические беседы и рассказывать о отрицательном действии ультрафиолета и применении солнцезащитных средств. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.